В эфире информационная программа Панорама Севера в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Несмотря на совсем не весеннюю погоду, на площади мира прошла репетиция Парада Победы. Воинские подразделения Архангельска и Северодвинска провели совместную тренировку торжественной церемонии. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Погода внесла сегодня существенные коррективы в проведении репетиции Парада Победы на площади мира. Проверку готовности войсковых подразделений в канун главного весеннего праздника участники торжественного шествия провели в зимних условиях. Главная задача сегодняшнего дня это отработать организацию взаимодействия при проведении всех парадных мероприятий. Особенность Архангельска заключается в том, что часть подразделений прибывает из Архангельского гарнизона, часть подразделений из Северодвинска. Вот сегодняшняя репетиция, она первая совместная, она же генеральная. Ну, потому что вы прекрасно понимаете, перевести большое количество военнослужащих из Северодвинска в Архангельск много раз невозможно. Парад – ключевое звено в проведении праздничных мероприятий. Для того, чтобы все прошло без сучка, без задоринки, досконально отрабатываются все передвижения в строю на тренировке. Все задачи, которые поставлены перед войсками, перед бессмертным полком, перед автомобилями, перед ветеранами, они все, в принципе, выполнимы и выполняются. Мы репетировали уже, это последняя наша репетиция, к сожалению, видите, что творится с погодой, но мы ожидаем 9 мая, что будет все хорошо. Праздник 9 мая начнется в 11 часов с возложения цветов ко всем знаковым памятникам на набережной Северной Двины. Далее митинг на площади мира с торжественным маршем у Вечного огня. Затем войсковые колонны выдвинутся на улицы города. За ними будут следовать автобусы с ветеранами и участниками акции «Бессмертный полк». Горожане с портретами родственников, воинов Великой Отечественной. Виктор Кузнецов, Илья Сумароков, Панерма Севера. Сегодня вспоминали доноров военных лет. Традиционный митинг в память об этих самоотверженных людях прошел на Архангельской станции переливания крови. За годы войны 17 тысяч жителей Архангельской области стали донорами. Они отдали более 18 тонн крови. Многие из них сдавали ее более 40 раз. Нагрудным знаком «Почетный донор СССР» во время Великой Отечественной были награждены 559 архангелогородцев, а 95 военных доноров получили свои награды уже в наше время. На митинге специалист Министерства здравоохранения Архангельской области Оксана Шурундина отметила, Архангельская станция обеспечивала кровью госпитали Северо-Западного, Карельского, Волховского, Ленинградского фронтов, а также Эвакогоспитали Архангельска. В завершении митинга по традиции состоялось возложение цветов к памятнику донорам военных лет. 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня это международное движение осуществляет свою деятельность практически во всех странах мира и насчитывает около 100 миллионов сотрудников и волонтеров. А что об этой организации знают жители Архангельска в нашем традиционном опросе? Я знаю об организации Красного Креста, что они помогают людям, особенно пожилым. Я сама недавно состояла в этой организации. Документарная организация, которая распространяет медикаменты. А вы являетесь ее членом? Нет. А хотели бы? Нет. Почему? Ну мне это не надо. Ну я не знаю, что это за организация, но хотел бы узнать о ней немножко побольше. Цель которой безвозмездная помощь людям, которым не хватает медикаментов или медицинской помощи, страдающих какими-то заболеваниями. А вы состояли в такой организации? Я на работу в волонтерском направлении хочу работать с Красным Крестом. Ну это добровольная медицинская всемирная организация, цель которой безвозмездная помощь людям. Она оказывает тоже волонтерскую помощь во всех странах, в которых народ нуждается в помощи. Честно говоря, я ничего не знаю от такой организации. Но я знаю, что эта организация проводит обучение школьников, студентов основной первой помощи. И что вроде как есть выезды в Малую Карелу, где во время массовых мероприятий разные там помощь оказывают. Экспертом сегодняшней темы дня выступит председатель Архангельского регионального отделения российского Красного Креста Наталья Голубева. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Из нашего опроса выяснилось, что многие архангелогородцы вообще не знают, что такое Красный Крест. Как вы в двух словах можете представить организацию? Организация Красный Крест оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это люди, оставшиеся без жилья после пожаров. Это семьи малоимущие с маленьким достатком. Дети из малоимущих семей, которых мы кормим в благотворительных столовых Красного Креста. Это люди, нуждающиеся в уходе за пожилыми людьми, за одинокими людьми на дому. Наша организация гуманитарная. Ежедневно Красный Крест Архангельской области оказывает помощь людям. Девиз организации «Помогите нам помогать». А северяне как активно вообще помогают? Северяне активны. Но, к сожалению, мы все, русский народ, активны тогда, когда случается беда. К сожалению, если бы мы могли оказывать благотворительную помощь Красному Кресту ежегодно, становясь членом Красного Креста, эта помощь была бы гораздо более действенна. И она бы не била по бюджету каждого из наших жителей, из жителей города Архангельска, Архангельская область, РД России в целом. И мы знали, что в Красном Кресте есть деньги на любой случай, при любой необходимости. А как стать волонтером организации, куда обращаться, куда помощь приносить? К нам прийти можно легко и стать волонтером Красного Креста очень просто. Мы ждем всех на набережной Северной Двины 98, всех, кто может и хочет оказывать помощь нуждающимся людям. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Напомню, экспертом в сегодняшней рубрике была председатель Архангельского регионального отделения Российского Красного Креста Наталья Голубева. Далее в выпуске новостной дайджест, коротко о самом главном. Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий границы сухопутных территорий Арктической зоны нашей страны. Согласно ему, в границы Арктической зоны включаются города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, муниципальное образование «Новая земля», а также Мизинский, Онежский и Приморский муниципальные районы. С 1 мая в Архангельской области и во всех городских районах подразделениях прокуратуры организованы горячие линии по вопросам нарушений в сфере оплаты труда. Ежедневно с понедельника по пятницу из 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов будет работать горячая линия по телефонам 410-233 и 207-134, работники которым заработная плата выплачивается с нарушением установленных сроков менее двух раз в месяц ниже минимального размера оплаты труда либо в конвертах вправе обратиться с устным обращением, в том числе анонимным, о нарушении трудовых прав. В столице Поморья стартовал первый этап ежегодного городского конкурса «Лучший архангельский дворик», который пройдет уже в 15-й раз. Конкурс проводится по следующим номинациям. Самый уютный дворик, самый уютный двор, лучший дворник города, самая благоустроенная территория общеобразовательных учреждений, лучшая обслуживающая организация. Прием заявок на участие в конкурсе проходит в администрациях округов с 5 по 15 мая. 9 мая круглосуточный городской телеканал ПС посвятит свой эфир 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В полдень в 12 часов мы начинаем прямую трансляцию митинга памяти «С площади мира у вечного огня никто не забыт и ничто не забыто». В 13.00 прямое отключение с улиц города. Торжественным маршем пройдут войска архангельского гарнизона и участники бессмертного полка. В 14 часов смотрите прямую трансляцию праздничного концерта «Но помнит мир спасенный» с участием Северного русского народного хора. Затем в 22.00 молодежная программа «Мы дети твоей победы». И в 23.00 впервые в прямом эфире вы увидите, как небо Архангельска раскрасит победный праздничный салют. Встречайте победу с телеканалом ПС. Приближается 69-я годовщина победы. До нее осталось два дня. Сегодня ужасы и страшные трагедии, постигшие все человечество, вспоминают люди, которые своими глазами видели суровое лицо Великой Отечественной войны. Что пришлось пережить детям войны? Об этом в сюжете наших котловских коллег. Листая семейный альбом, Зоя Максимовна украдкой смахивает слезу. Вот она, совсем еще маленькая девочка, жмется к маме. Единственное от того дорогое сердцу фото было сделано в мае 1941-го. Через месяц в жизнь большого семейства внезапно ворвалась война. Шестилетней Зоеньке, самой младшей из семерых детей, пришлось повзрослеть считанные минуты. Каждый день почти по пять-шесть человек отправляли по призыву на войну. В деревне стоял стон. Провожали их всей деревней. У нас ушел отец мой, два дяди, потом порядка 20 человек, а деревня не особо большая, ушло на фронт. Зоя Максимовна и Николай Васильевич росли в разных деревнях и даже в разных регионах страны. Она из Новгородской области, он с Велегодского района. Эти старики одни из многих, чье детство растоптала война. Нужно было кормить фронт, а потому в военные годы работать приходилось даже самым маленьким детям. Таких маленьких детей собирали нас женщины, сажали на оборудске летом и пололи мы морковь. Потом на сенокос уже 8-9 лет били грабельки и еди на сенокос. А еще в деревнях военные годы царил невыносимый голод. И это несмотря на то, что в большинстве семей были свои коровы, куры и прочая домашняя живность. Нужно было сдать 400 литров молока, картофель, где-то 5-6 мешков, мясо, шерсть, яйца. Нужно было поддерживать фронт. И поэтому себе-то оставалось очень мало. До 10 лет босые бегали. Никакой обуви не было, одежды тоже не было. Вот такая была обстановка. Сегодня о том, что пришлось пережить в годы войны, в семье Акачутиных вспоминают нечасто. От рада супругов Акачутиных три внучки, для которых на своем дачном участке бабушка с дедушкой выращивают овощи и ягоды. Из них Зоя Максимовна делает домашние заготовки и почует вкусными яствами свою большую семью всю зиму. Виктор Панов отметил 75-летие театральным бенефисом. Великий мастер устраивать шоу не обманул ожидания Архангела Городца в свой юбилейный день рождения. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Это был даже не бенефис. Скорее, вечер друзей Виктора Панова. В зале любимая архангельская публика, которой он верно служит на протяжении всей творческой карьеры. А вечернее действие на сцене открывало представление мастерам своих близких – детей, внуков и правнуков. И хоть собрались не все, перечисление тех, кто был рядом, заняло более четверти часа. Большой человек талантлив во всем. Далее краткая автобиография посредством фото и комментариев к ним именинника. Устроились играть в кинотеатр «Арс», чтобы в кино ходить. Я на мандолине, Валера на гитаре, Ванька, Чертков на какой-то там погремушке. На садовой у нас жили татары. Там Гадыля, Канафи, Равиль и так далее, и так далее. И вот однажды, значит, в Гадыля приходит бобриковое пальто на распашку. Это страшная была картинка. Напротив тюрьму, кстати, был кинотеатр. Шапка кожаная, прохаря, сапоги такие, финка наборная, конечно, торчит. Вот встал перед нами и смотрит. У нас руки трясутся у пацанов. Мы сыграли пару вещей. Он вынимает руки из кармана, бросает нам мелочь на пол, говорит, пусть играет. Вот он дал мне путевку в артистическую жизнь. Панов для архангельской фамилии особая. Любой горожанин знает, там, где панов, скучно точно не будет. Личность не только творческого, но и организаторского таланта. И колоссальной энергии. Само его присутствие уже создает некую энергетику, такую творческую, креативную. И все начинает бурлить, все начинает кипеть, появляются проекты, все обсуждается. И в этом весь Виктор Петрович. Выпускнику «Щуки» оказалось мало собственного детища молодежного театра. Год за годом Панов воплощает все новые и новые творческие проекты. Мы сегодня присутствуем на юбилее не просто Виктора Петровича Панова, а присутствуем на юбилее человека театра. Явление для Архангельской области, для России, да и я бы не побоюсь этого слова, для мира в целом. Европейская весна, значит, для Европы. Безусловно, его молодежный театр, который своим названием опять характеризует его, как человека театра. Панов не был бы самим собой, если бы не устроил красочное шоу из своего юбилея. Чествовать именинника приехали коллеги по уличным фестивалям из солнечной Каталонии. Тепло поздравили юбиляра и друзья из северной столицы, актеры театра «Лицидеи». Человек-театр без антрактов. В 75 открыта лишь новая страница жизни. Виктор Кузнецов, Алексей Шершов, «Панорама Севера». На чемпионате России в Москве сборная тхеквандистов Архангельской области выступила блестяще. Не бывало высоким и представительным был состав участников спортивного форума. Команда из 31 региона страны. В сложной борьбе наши бойцы показали себя с лучшей стороны. На журнальном столике представлены лишь малая толика наград, что завоевала сборная Архангельской области на чемпионате и первенстве России по тхеквандо ГТФ. Всего в командных дисциплинах за нашими спортсменами 37 медалей. В индивидуальных состязаниях 51. Анастасия Тишинина – одна из героев Архангельской дружины. На ее счету сразу 5 наград. Медали дались. Очень тяжело. Я перешла в эту категорию вот только сейчас, 18+. И у меня очень большая сетка была, и было очень сложно бороться за медали. Соперницы были сборной России, которая ходила состав. И мне было очень страшно даже с ними ходить на бои. Сложности в турнире были и у мужской команды области. Выбыли из строя сразу два участника. Один по болезни, второй из-за травмы в индивидуальных боях. Но общий результат сборной тренеры оценивают как положительный. Помимо медалей на таких турнирах приобретается бесценный опыт. Каждый турнир бесследно не проходит. То есть смотрим на соперников, берем технико-тактические подготовки, смотрим, как ребята выступают другие, делаем для себя выводы. И, соответственно, пытаемся в свой тренировочный процесс включить то же самое, чтобы на следующем турнире по технике и по тактике не уступать другим регионам. Минувший турнир уже история. Чтобы побеждать дальше, вчерашние чемпионы и призеры уже заняты отработкой боевой техники к будущим стартам. Летом наши спортсмены в составе сборной России будут бороться за медали чемпионата мира. В завершении выпуска информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка на 8 мая, доллар США 35 рублей 50 копеек, евро 49 рублей 41 копейка. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «В центре внимания». Ведущая Елена Гончарова вместе с заместителем мэра по городскому хозяйству Святославом Чиненовым обсудят одну из самых актуальных городских тем – расселение из ветхого и аварийного жилья. А у меня на этом все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Здравствуйте! Это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Живу и жизнью наслаждаясь, я каждый миг и шаг своей судьбы приму. Всю боль, любовь, отчаяние смешаю и гамму чувств в мелодию волью. И пусть сопровождает музыка меня повсюду, мои стремления, надежды и мечты. И если вдруг исчезну незаметно, как тихий шелест от падения листвы, пусть кто-нибудь угаснувшую жизнь заметит и соберет кусочки мира моего. И этот мир скитаться будет, словно ветер. И каждый, каждый пусть услышит безмолвное томление его. И от лирики к иронии. О погоде на 8 мая в четверг в Архангельской области. В Котласе сегодня плюс 6, малооблачно и без осадков. Ветер умеренный. В Плесецке пасмурно, также без осадков. Температура воздуха плюс 4, ветер слабый. В Вельске ясное небо, слабый ветер, плюс 7 на термометре и вечером возможен дождь. Ну а теперь о погоде в самом Архангельске. Утром пасмурно, ветер слабый, температура воздуха 0 градусов. Днем потеплеет до плюс 1, на небе облачно, также слабый ветер. Вечером небо и вовсе ясное, и температура упадет до минус 2 градусов. Я как музыкант с уверенностью могу сказать, погода непредсказуема, как и самые необычные джаз-импровизации. Камнем упал и угас, как искры от сигареты. Ангел играл нам джаз с рассвета и до рассвета. До встречи на телеканале ПС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА